Российская авиация продолжает операцию в Сирии. По данным Министерства обороны, за прошедшие двое суток самолеты нашей авиагруппы выполнили 81 боевой вылет. Высокоточные удары уничтожили несколько сотен объектов террористических группировок сразу в восьми провинциях. При этом, как отметил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков, все операции, как обычно, сопровождаются серьезной разведывательной работой. На традиционном брифинге он раскрыл некоторые детали. По данным, полученным через совместный информационный центр в Багдаде, несколько дней назад на один из складов была доставлена партия противотанковых ракетных комплексов. Комплексы предназначались боевикам туристической группировки Джибхата Нусра для уничтожения наступающей бронетехники сирийских правительственных войск. После подтверждения данной информации, по нескольким каналам пары штурмовиков Су-25 по данной цели был нанесен удар, в результате которого склад со всем содержимым был уничтожен. В районе населенного пункта Алеппо, где по различным каналам была получена информация, что в данном здании производится начинка взличными веществами автомобилей, которые впоследствии использовались террористами в качестве оружия смертника. По данному объекту был нанесен удар, мандировщиками Су-25. В результате точного попадания объект полностью был уничтожен. Тем временем в Сирии прошел митинг, на котором собрались несколько сотен человек. Они отметили Российский день народного единства и поблагодарили Москву за помощь в борьбе с террором в своей стране. В целях безопасности основная часть мероприятий прошла в закрытом помещении Арабского культурного центра. Напомню, аналогичный митинг в Дамаске у российского посольства 13 октября был обстрелян боевиками из миномета. Солидарность с собравшимися выразил и губернатор Ибрагим Хидр Ассалем.